Ведущего судью Российской Федерации, можно сказать, одного из ведущих, ведущих, без разницы. Один и единственный сегодняшний сезон судья Евролиги, член просмотровой комиссии. Все критерии последних лет, которые были, они все проходят через Евролигу, через ФИБА. Человек, который соприкасается с критериями определения игровых ситуаций, постоянно работает над этим. И, конечно, имеют вопросы в плане обучения, потому что в регионах некоторые люди эти критерии, ну, они как бы устаревают, и люди им не следуют. Семен Авинов, судья ФИБА. Всем здрасте. Всем здрасте. Скажу так, что, конечно же, могу сказать, что я ведущий. Ни в одной стране мира не должно быть одного ведущего судья. Ни в одной стране мира, кроме России, так не бывает. А у нас постоянно сплошь и рядом. В хоккее, в футболе, в баскетболе. Вот у нас есть один, и давайте его всем. Вот он один. Нет. Конечно, для хорошего чемпионата нужна группа судей. Группа топ-арбитров, человек 10, а лучше 20, которые закроют любую из них любую игру. Как это происходит в Испании, как это происходит в Италии, как это происходит в Греции. И тогда, конечно, чемпионат будет более состоятельный. В результате то, что у нас получилось, у нас получается, что Лига ВТБ судит в основном иностранцы, решающие игры. Мы берем то, что нам остается. Ну, такой наш менталитет, с этим еще не сделаешь. Но! Мы можем закрыть глаза на это, махнуть рукой. Можем сказать, нет, давайте-ка попробуем поучиться. И когда вдруг политика повернется к нам спиной, не спиной, а наоборот, лицом, мы должны быть готовы. Значит, сначала эмоции, потому что я слышу там какие-то разговоры, какие-то вещи. Значит, смотрите, первое, что я хотел бы вам сказать, что если для вас цель сразу сейчас говорить о том, что мы сюда пришли зарабатывать деньги, то я вам сразу в ответ говорю, что мы тратим время на обучение. Изначально должен быть баскетбол. Изначально должна быть любовь к спорту. Если для вас она есть на первом месте, для вас на первом месте игра, а на втором уже день и все остальное. Значит, все правильно, значит, идем дальше. Раз. Второе. Второе. Ни в коем случае баскетбол, никакая любовь к баскетболу не должна вас отвлекать от ваших повседневных занятий. Ни в коем случае нельзя бросать учиться. Ни в коем случае нельзя бросать работу. Только когда речь станет о том, что вы уже суперпрофессионал высокого уровня, вот в таком случае ваши баскетбольные заработки покроют ваши обычные заработки, обычного детского тренера, ну, нормально, так сказать, нормального уровня. Тридцатый судья нашей страны зарабатывает в месяц судейству 50 тысяч рублей. 60 тысяч рублей в хороший месяц. Умножаем на 7 месяцев чемпионата, получаем 400 тысяч рублей, минус налоги 370 тысяч рублей. Делим на 12 месяцев, получаем 30 тысяч рублей. На 30 тысяч рублей в Москве прожить можно с трудом. Это все знают. Соответственно, 30-й человек, 30-й человек в стране должен иметь что-то еще. Проехали. Идем дальше. Сейчас мы говорим о том, что мы только начинаем. И, конечно, для нас вот эта вот тройная механика, тройная зона ответственности, это звучит как для второклассника Беном Ньютона. Поэтому мы на них зацикливаться особо не будем. Мы сейчас поговорим больше о двойной механике. О том, что входит в понятие механики, скажем так, не подразумевается, но это важно. Жесты, перемещение, голос, использование голоса. Значит, с чего хочу начать? С чего хочу начать? Значит, еще раз, механика это то, куда вы должны прийти для того, чтобы вам принять правильное решение. Двойное судейство, тройное судейство. Но у нас игра одна, которая играет 5 на 5, там сидят замены, на это смотрят зрители. У нас 2 или 3 судьи, но у нас одна команда судей. У нас есть 3 судьи и комиссар. У нас есть 2 судьи и комиссар. У нас есть просто 2 судьи без комиссара. Это не важно. Там сидит столик секретарский. Это все в нашей команде. Вот смотрите, буквально из вчерашней игры, которую я смотрел. Вот смотрите, начало игры, видно, да? Больше ничего. Начало игры. Не начало игры, второй тайм. Люди выходят на третью четвертью. Постояли около столика и пошли. И вдруг судья, который должен идти, куда должен идти вот этот судья, на лицо, вдруг он идет, зачем-то не на лицо. Вопрос. Зачем? А вот зачем. Прикрывает рот. Оба. И о чем-то болтает. А камера это видит. И наводит на них зреи. И наводит на них зум. Наводит, как это называется. Приближает. Щелкнули ладошку и побежали по сторонам. И побежали дальше. Даже отвлекаясь от того, что их тема никакого отношения к плохим вещам не имеет. Даже просто предположив, не предположив, а уверен, что ничего плохого там нет. И они просто обсуждают, ну скажем, кто сколько должен за вчерашний ужин. Кто кому должен. Однако, как это выглядит со стороны. У вас что, не было перерыва пообщаться? У вас что, вы не могли обо всем этом поговорить там, в раздевалке? Окей. Вы что-то вспомнили перед игрой? Позовите третьего судью. Третий судья должен чувствовать себя в команде. Мелочь? Мелочь. Мы вспомним, мелочей не бывает. Мы одна команда. Я, судья около столика, вижу, что мои партнеры о чем-то шепчутся. У меня вопрос, о чем они со мной-то, о чем я. Конечно, я как нормальный человек, чтобы нормально судить, я должен бы быстрее об этом забыть и все, и не обращать на это внимания. Но это не нормально. Мы одна команда. И так, и так, и так. Кто из вас читал учебник, механик? Есть такие? Молодец. Во-первых, не стесняемся. У нас все как бы демократично, и все спокойно. В школе молодого арбитра вам говорят что-то вот об этой книжке? Механика двойного судейства. Пока не дошли, да? Окей, хорошо. Пропускаем. И так, сейчас, в нынешний момент существует механика двойного арбитра. Она выпущена в 2010 году, и вряд ли она будет каким-то образом меняться. У нас в стране она издана в 2008 году, в русском языке. После этого в 2010 году там поменяли только картинки, никакого смысла нового там не изменено. То есть открываете учебник 2008 года, он есть на сайте у Федора, он есть на сайте РФБ, если меня не изменяет память. В любом случае вы можете его загуглить и найти. Вот он есть. Откройте, там много чего интересного. Тройная механика издается каждый год, это современное судейство, это будет потом. Значит, теперь смотрите, терминология, я скажу так. Что мы должны понимать на этом уровне уже? Что есть очевидный грамотный момент, который вы должны оценивать всегда. Судья, фол, очевидный, вы должны оценивать всегда сами. То есть вот я судья, я новичок, но я знаю, что это фол, и я не буду ничего ждать. Я вижу, что мяч стукнулся в аут, я должен свистнуть. Я вижу, что мяч, не знаю, ударился в конструкцию, я должен свистнуть, а потом разобраться. И никто мне в этом не должен помогать. Я выхожу принимать решение. Помощь. Если вдруг я вижу, что мой партнер что-то не свистит, а мяч катится по ауту, значит, пора свистнуть. Значит, что-то с моим партнером случилось. Для этого у вас и двое на игре. Что-то вдруг, если у кого-то что-то замкнуло, другой судья должен помогать. Останавливайте меня, если я говорю какие-то непонятные вещи. Рука, вопрос. Сегодня мы работаем так. Рука, вопрос сразу же. Хорошо? Если я чувствую, что вопрос не совсем по теме, мы к нему вернемся под конец. Про это все забыли сейчас. Вспомнили только про вот это. Открытый угол обзора. Что я имею в виду по открытому углу обзора? Встаньте, пожалуйста. И причем вот друг друга развернитесь. Вот так, как будто вы защищаетесь против друга. Если я стою отсюда, они в такой одежде, какой они есть, они вообще снились. Вообще снились. Я ничего не вижу. А коснитесь одна другую, вот так вот, толчок. Я ничего не вижу. Для того, чтобы я что-то увидел, я должен быть вот здесь. Вот это вот. Все прекрасно. Два человека, один другого толкает. Все прекрасно я вижу. Спасибо большое. Вот что такое открытый угол обзора. Не в спину, а в разрез. Если я не вижу, и вдруг какая-то из этих девочек падает, мне тяжело понять, что происходит. Это может быть подножки, это может быть толчок, это может быть флоппинг. Кто знает, что такое флоппинг? Симуляция. Ну, образно говоря, симуляция. Флоппинг. 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 Флоппинг, флоппинг. Кто знает. Я не знаю. Смысл такой же. Флоппинг. Флоппинг, наверное, это то, что связано с падением, а флоппинг это то, что размахивание руками, частями тела. В любом случае, если я не вижу контакта, я не свищу, у меня есть партнер, который видит. Но! Моя задача его видеть контакт. И еще раз я говорю, что я должен прибежать туда, откуда я все увижу. Для этого я должен постоянно двигаться. Привыкайте к тому, что если у вас есть лицевая, то вы должны быть под 45 градусов. Простой пример. Если вы стоите посередине лицевой, стоите прямо, вы увидите 19 человек. Тем более, если вы сместитесь сюда, вы увидите еще меньше людей. Но если вы развернете свой корпус на 45, то уже 21 человек в кадре. Просто смещение в угол и встать, так, чтобы видеть все, вам будет намного легче. Правильная дистанция. Это то, о чем я спрашивал Артем. Что такое правильная дистанция? Если я стою от игрока, от эпизода. В 3-4 метрах мне очень просто принять решение, потому что я вижу все. У меня есть поле зрения, и я вижу все. От ног, пробежек, до рук, до фолок. Если я стану ближе, то здесь я уже увижу либо руки, либо ноги. Я не могу глядя сюда увидеть, что наверху. Я не могу глядя сюда увидеть, что внизу. И наоборот. Если я отойду сильно далеко, то легкое касание по локтю я тоже не увижу. 3-4 метра – это оптимальное расстояние до игрового эпизода. Это должно быть и в позиционном нападении для ведомого судьи, и в быстром отрыве для ведущего судьи. Если игра идет по дальней стороне, надо бежать к игре. Если игра идет по центру или по стороне судьи, надо от нее немножко отстраниться. Но при этом постараться решение принять стаффи. Сколько раз, и сейчас я там то же самое видел в зале, что судья застыл. Для меня это знак, что он, скорее всего, так просто наблюдает за игрой, что он не свистит. Сколько раз я сам за собой замечал, что если я стою, значит, я где-то мозгами улетел. Я механически слежу за мячом, механически вижу, кто-то рисует в тетрадке, но я ничего не дам. Но если я двигаюсь, то я еще и внимание игрока привлеку. Если я двигаюсь, я постоянно, я мозги свои включу. Не говоря уж о том, что я как раз-таки буду на расстоянии хорошего эпизода. Постоянно улучшайте позицию. Постоянно улучшайте позицию для ясной картины. Идите туда, куда надо идти, чтобы увидеть игру. Я стою в правильной позиции. Они в прекрасном, вот я прекрасно вижу. И вдруг они развернулись. А я стою в правильной позиции. Что мне надо сделать? Повернуться, сделать три шага, чтобы опять увидеть. Сейчас для нас вот это важная строчка. На первом месте решение. Вы видите момент. Ваш партнер не свистит. А фолл очевидный. Но это не ваша ответственность. Что делать? Свистеть. Обязательно свистеть. На первом месте решение. Никого в зале не интересует наша механика. Почему мы не свистим? Все видят фолл. Надо его свистнуть. Наугад. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я не вижу. У меня есть партнер, который тоже не видит. Проехали. Если я не вижу, мой партнер не видит. Ну, скорее всего, ничего нет. Пожалуйста. Вопрос для тех, кто знает. Давайте так. Кто знает, где располагаются судьи? О, как раз пришел человек, который может ответить на вопрос. Не, пожалуйста, садитесь, когда вам удобнее. Еще раз. Кто знает, рука. Параллельный друг к другу. Что параллельный друг к другу? Один судья, допустим, в углу на лицевой, другой должен располагаться... Перед игрой. Напротив столик? Перед игрой. А они на данной стороне? На данной стороне, напротив столика. На противовой стороне, напротив столика. Окей, иди сюда. И ты, иди сюда. Ты старший судья, ты второй судья. Я столик, здесь площадка. Ставьте, иди сюда. Значит, еще раз. Ты старший судья, ты облайер. Я столик, здесь площадка. Вот так вы считаете, да? Вот так вы считаете? Есть другие мнения? Наоборот. Есть другие мнения? Есть другие мнения? Вы сказали наоборот, да? Хорошо, давайте посмотрим. Ну, нам, в смысле, спиной... Вы правильно встали? Да, да, да. Вы правильно встали, абсолютно правильно. Абсолютно правильно, молодцы. Молодцы, спасибо. Это мелочь, но она говорит о том, что вы должны книжки открывать. Они сеют разумно, доброе, вечное. Идем дальше. Два сети, смотрите. Значит, хорошо, что вы пришли, потому что как раз это уже к вам больше обращается часть лекции. Значит, смотрите. Существовала раньше такая психология. Вот так вот видно все? Утрясал. Все меня? Посмотрите, раньше, как нам говорили, да? Зоны. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Так? И вот нам раньше говорили, что вот ведущий судья, который здесь стоит, свистит вот это все, а ведомый вот это все. Был такой, правильно? Кто постарше? Был такой? Вот, в котором здесь стоит ведомый, да? Он свистит уже точно. В итоге, все пришло к тому, так как большинство контактов вот здесь, что ведущий судья стал свистеть 80% свисту, из которых половине даже и понятия не имел, что происходило, потому что они были вот здесь. Даже существовала психология такая у тех, кто постарше, которые меня учили. Если тебе кажется, что там был фол, смело свисти, потому что он есть, забыли, забыли. Я вижу, я освещу, я не вижу, я не фиксирую. Сейчас. Квадраты остались те же, да? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Но распределение должно быть вот такое. Вот такое. Вот этот квадрат для ведомого судьи. И если вы научитесь фиксировать здесь фолы, здесь фолы. Сейчас. Сомневай. Значит, давайте так. Кто может свистить фол здесь? Ведущий. Только ведущий. Ведомый очень далеко, ему туда не достать. Кто может свистить фол здесь? Ведомый. И ведущий? Вы считаете, что в такой ситуации ведущий что-то может свистнуть? Нет. А как свистнуть ведомому здесь? Быть вот здесь. Быть вот здесь. Правильно? Значит, этот квадрат отставляем тоже для ведомого. Конечно, если контакт где-то здесь, ну понятно, что если ведущий умный, он, конечно, что свистит, да, понятно, на границе зоны. Но в целом ведомый. В этом квадрате? Ведомый. Ведущий может свистнуть? Нет. Ну, опять же, мы не говорим об экстремальных ситуациях, когда надо спасать. Когда фол есть, а его по причине какой-то судья не свистит, а он есть, а ведущий видит. Мы говорим о штабных ситуациях. Конечно, ведомый. Этот квадрат. Ведомый. Итак, с этими четырьмя квадратами все понятно, да? Это ведомый, это ведущий. Этот квадрат. И ведомый, и ведущий. И ведомый, и ведущий. А теперь смотрите. Вот ведомый. Вот ведущий, да, в базы. Даже он подойдет сюда, ведущий, да, предположим. Хотя в двойной механике никто не требует идти на другую сторону площадки. В двойной механике мы говорим, что он должен быть здесь, да? Как максимум, потому что здесь целая толпа и вверху. Но предположим, что все здесь. Тогда, конечно, подошли. Получается, что момент какой-то здесь. Кто видит лучше всего? Ведомый. Ведомый. Трейл. Я за это перешел на низкую терминологию. Трейл. Если момент вот здесь, кто видит? Видишь. Трейл вот отсюда. Если момент вот здесь, Опять трейл. Определились с этим квадратом? Остался один. Как быть с ним? Твоих. Да на двоих, ребята, на двоих. Кто видит, тот свистит. Все очень просто. Но для вас, для тех, кто уже двойным, скажем, судит и кто уже встречается со стороны механики, вот так себе линию проведите. Видно, нет? Вот так вот. И вот эти фолы смело забирайте в видовую судьбу. Прямо смело. Тогда вам будет легче переходить к нейтральную механику. Тогда есть шанс, что доля свистов правильных возрастет очень серьезно. Там есть какая-то ряпчика. Я на этой стороне губка. Я на этой стороне губка. Окей. Серьезная губка. Отдохнули. Идем дальше. То, о чем я говорю. Это написано в механике. Ведомый судья отвечает за игру вокруг мяча в затюльном изуме. Вокруг мяча ведомый судья. Это одна из его обязанностей. Отвечает за игру в затюльном изуме. Заметьте, здесь не написано, что только ведомый судья. Это одна из обязанностей ведомого судья. И дальше. Следующий вопрос. Это то, что он должен перемещаться. Что для того, чтобы свистнуть что-то в квадрате 3, надо обязательно переместиться. Если игра будет выше, соответственно, надо быть выше. Вопросы по этому есть? По ведомому судью. Идем дальше. Итак. Мы судим игру в пятом и шестом квадрате. Смещаемся или смещаемся в третьем квадрате. Следующий момент. Тоже, про который Тёма меня спрашивала относительно центрального судья. Вот смотрите. При проходе или броске к кольцу надо двигаться к лицевой линии. Два линии штрафного броска. Чтобы быть на хорошем расстоянии. Чтобы видеть момент. Чтобы ваш свисток был принят хорошо. Вопрос. Вот она центральная линия. Вот боковая линия. Наоборот. Вот боковая. Вот центральная. Вот там кольцо. Вот где этот кулер. И вот момент. Вот где дичонки сидят. И я вдруг отсюда что-то свистну. Кто-то мне поверит. Я на центральной линии. Мне кто-то поверит? В утро жизни. А если я его свистну вот отсюда? Я точно так же вижу, как оттуда. Но я отсюда. Вижу то же самое. Даю фул отсюда. Совершенно другой разговор. Совершенно другой разговор. Для этого ноги должны быть все время в движении. Еще раз. Пришли. Отлично. Все. Побежали дальше. Хорошо. Я такой умный. Пришел. А они не свалили. А мяч искачил сюда. И побежал отрыв. Что делать? Бежать. Конечно, бежать. А я успею? Вопрос. Ну так как же быть? Идея есть? Понятно. Бежать. Хорошо. Бежать. Бежал, бежал, бежал я. Опустить немного атаку. Побежать за атакой. И потом изгонять. Отлично. Отлично. То есть вот люди побежали, да? И вот в какой-то момент. Вот они побежали в эту сторону, да? И в какой-то момент они находятся где-то здесь. А я должен быть за ними, да? Ловить просвет, иначе говоря, да? Да. А как быть с тем, что надо быть на лицевой? А если аут? Я вас запутаю. Разберетесь вы с аутом, все же очевидно. Но, но у них. Все очевидно. И в 1-1 можно разобраться откуда угодно, даже на любом уровне судейства. Фол не фол, вы все поймете отсюда. Но проблема начнется, когда будет промах, и когда будет подбор. Когда будет промах, вы уже добежите до лицевой линии. И что я буду делать? Вот отсюда. Вот я буду на лицевой. Что я буду делать? Здесь 5 человек. Ответ. Он поможет за судья уже. Или девушка. Должен быть здесь. У него преимущество. Этому судье надо разворачиваться, да? Я пришел сюда, да, конечно, я должен быть в нормальной физической форме, для того, чтобы сделать первый хороший шаг и побежал. Но все равно на этом движении я, конечно, потеряю, и только уже мимо меня летит вообще совсем немного. Но есть же парень, который стоит за лицевой, и ему разворачивается, и не надо, которому надо просто стартовать. И который абсолютно легко, пока бывший ледовный судья добежит вот отсюда, он за это же время должен добежать вот отсюда. И вот такое расположение двух судей абсолютно все проблемы решит. Итак, ответ на вопрос. Как быть с быстрым отрывом обратного направления? Молиться на то, что вот этот судья уже выкурил свою сигарету и побежал. А для этого судьи, соответственно, сигарету выпустить и вперед. Напоминаем о том, что при двойной механике, при трехочковой, то ли двухочковой, то ли трехочковой попытке близкий бросок к линии, можно показать, два или три. При тройной механике, давайте так, при тройной механике ни этого нет. И когда вас будут спрашивать, почему показываете два, не надо говорить, что Авин сказал. Говорите, пожалуйста, что угодно, для того, чтобы вы понимали, зачем это показывать. Я это показываю для того, чтобы все видели, что это два очка. Это чтобы мои партнеры видели, что я видел два очка. Чтобы у него не было вопросов, видел ли я три или не видел. Два очка. Но для того, чтобы всем это показать. Если вам скажут, что в механике этого нет, вы должны сказать, да, хорошо, а больше так делать не будут. И когда этого комиссара завинят, опять так делают. Не ориентируйтесь на это, на такое отвлечение, не ориентируйтесь на то, что вам копарят случайные люди. Есть механика и есть правила. Есть здравый смысл. Есть здравый смысл. Здравый смысл, иногда перечеркивается, правилами и механика. Если в механике написано, не используя личных жестов, в том числе этого, его не надо использовать. Я говорю вам о вещах, которые встречаются один-два раза в игре. Вот близкий момент, но при двойной механике это должно быть всегда. Двойная механика требует от нас два лет. Это говорит о том, что вы контролируете ситуацию. Вопрос. Мой любимый вопрос. Кто знает? Давай. Старший арбитр. Старший арбитр. А другие варианты есть? Кто ближе к броску. Еще раз. Речь идет о двойной механике. У нас есть ведущий судья, есть ведомый судья. Ведомый. Который находится ближе к столику. Ведомый судья. Ведомый судья. Двойная механика. Ведомый судья. В первую очередь ответственная за принятие решения. Если ведомый судья засчитал, не нужен никакой старший судья. Если он засчитал, никаких сомнений. Не нужен никакой. Вот именно для этого вопроса задают. Убирайте эту психологию. Убирайте. Не ждите помощи от кого-нибудь. Вы отвечаете за бросок. Не надо ждать, пока старший судья что-то сделает. Значит. Вы отвечаете за линию. Надо свистеть аут. Свистеть. Не жди, пока за тебя свист. Вы отвечаете за поведение тренера. На этом я ребятам сейчас говорил. Вот вы себя судили. Я ребятам говорил то же самое. Что на этом уровне я вас прекрасно понимаю. Что я точно так же бегал. И там еще недавно бегал на самом верхнем уровне. И говорил по себе. Ну замолчил уже наконец-то. На меня уже все смотрят. Ну замолчи уже. Ну только лишь бы технически не давать. Ну не надо. Да дать надо технически. Ну дать надо технически. И все. Опять же. Очень может быть что-то не на этом уровне. Может быть сейчас там проблема рассосалась. Еще что-то. Но надо дать. То, что случилось на игре. Есть аут, надо с лисой дать аут. Есть фолк, надо с лисой дать фолк. Есть мат от тренера, надо дать ему технический фолк. Ну, конечно, если это не надо выискивать. Конечно, не надо быть полицейским по плану технических, я имею в виду. Но если речь идет о каких-то вещах, которые невозможно прощать, ну, конечно, надо их делать. Независимо от того, сколько вам лет, зачем вам лет, зачем вы на площадке. Это и есть очевидная вещь. Мой смысл того, что я говорю, это я к тому, что, видите, вы вот с человеком грамотным, большим, вы все равно отвечаете за какую-то очень большую часть. И вы в этой части должны разбираться сами. Сами, сами, сами. Вы на площадке, чтобы принимать решение. Про тройную механику совсем чуть-чуть. Только то, что мы хотели сделать. Только то, что хотели показать. А, во-первых, смена, да? Смена. Назадка терминологии. Для кого-то вот это вот. Знакомая вещь? Да. Вчера смотрели что-то подобное, да? Еще раз. Давай. Хорошо. Знакомая вещь. У вас очень хороший голос на площадке. Что такое противоположная сторона? Ну, от меня дальняя сторона. Стоп, стоп, стоп. Куда голос ты делся? Давай уверенно. Говори. Хорошо. Говори. Дальняя сторона от меня. От тебя как от кого? От сведения. Ответ неправильный. Как от столика? От столика. От столика. От сведения нет никаких противоположных сторон. Она есть в голове, но в данном случае мы используем этот термин. Противоположная сторона – это сторона противоположной от стороны столика. Соответственно, другая сторона как называется? Ближней? Нет. Сторона столика. Сторона столика. Сторона столика. А английское тренирование – table side и opposite side. Сильная сторона. Что такое сильная сторона? Там, где больше игроков. Там, где два судьи. Это сильная сторона. А как называется та сторона, где находится один судья? Сторона мяча. А там, где находится мяч? Сторона мяча. Сторона мяча. Все очень просто. Еще раз. Ребят, наша задача как судьи в третерной механике сделать сторону мяча сильной стороной как можно чаще. Как можно чаще. Если уже пошел хорошо, значит мы не успели. Значит мы где-то не держим. В игре был хороший момент с ротацией. Она чуть не одна была в игре. Она была как надо. Мяч пришел на слабую сторону. Мяч пришел на слабую сторону. Судья решил сделать ротацию. Подошел под кольцо. Достановился. Сделал ротацию. То, что надо. Сторона мяча стала сильной стороной. Смера. Ребята, здесь вот как бы тяжело. Я попробую сейчас на пальцах еще раз объяснить. При вбрасывании на стороне мяча всегда два судьи. Это понятно, да? В любом случае, в ту же самую сторону продолжается атака. В обратную сторону пошла атака. Вот пока на стороне мяча не будет ведущего судьи, если брасывание за боковой, пока мяч не надо отдавать на брасывание. Делать что хотите. Завязывайте шнурки. Машите человеку рукой. Но он должен прийти в свою позицию. Я стою на брасывание. Я готов отдавать мяч. Смотрю, судья есть. Ну, все, пожалуйста. Мяч здесь. Все. Нет судьи. С другой стороны. Опять же, я зашвыровал. Он понял, что к чему. Я отдал мяч. В обратную сторону пошли. Соответственно, если я слислал, я пошел ведущий. На этой стороне мяч. На этой стороне мяч. Следующая проблема. Я даю фол здесь, а судья почему-то дает брасывание на той стороне. И при тройной механике это всех вводит в сумятицы. При двойной и при тройной механике. Ребята. Очень важно, чтобы вы свистели ровно тогда, когда мяч ударился в аут. Или в игрока, который находится в ауте. Почему? Потому что это секунда. Мяч ударился. Прошла, прошла, прошла. И вдруг свисток. За это время прошло полторы секунды. А в конце, вместо двух секунд, осталось ноль, ноль с половиной. Соответственно, команда уже ничего не успеет. А так было бы две секунды. А все это складывается. Баскетбол игра секунды. Точно. Мяч ударился. Свисток. И дальше. Следующий пункт. Вот где ушел мяч, там и вбрасываем. Вопрос. Нарушение правил трех секунд. Игрок находится в этой точке более трех секунд. И судья свистит при любой механике. Откуда вбрасывание? Рука. Видите? У нас два ответа. Какой правильный? Общий принцип, ребята. Общий принцип. Любое нарушение выбрасывается с места ближайшего к нарушению. Как определить? Вот смотрите. Значит у нас бывает сбрасывание за боковой и за лицевой, да? Как определить? Вот такая линия. От угла трапеции в угол площадки. Провели воображаемую линию. Все, что в этой стороне, выбрасывается из-за лицевой. Все, что в этой стороне, выбрасывается.